здравствуйте уважаемые коллеги ольга рахматовна спасибо большое за промоушен меня слышно отлично ну значит начнем приветствую всех коллег поздравляю с пятницей всем желаю здоровья не унывать не терять вкус и радость жизни идти вперед несмотря ни на что все мы яркие все мы амбициозные все мы красивые с красивым бизнесом с успешным и тут вдруг началась вот такая напасть как вирус полная изоляция мы на своей шкуре поняли что такое сидеть дома когда мы должны быть постоянно среди людей испытали в полной мере изоляцию что делать как быть чтобы не было спада чтобы сохранить бизнес на том уровне которым мы хотим вот сейчас мы об этом и поговорим есть такое красивое слово как бренд бренд произнесите каждый вот сидите и произнесите слово бренд и начинаешь сразу перед глазами вспоминать дольче габбана духе от шанель какие-то сумочки кожаные красивые украшения да это все брендовое даже есть такое понятие я пользуюсь брендовым парфюмом или у меня костюмчик от такого-то бренда так что же это такое почему все стремятся к этому давайте сначала сначала я хотела объяснить вообще что такое слово бренд откуда оно произошло произошло это слово о древне скандинавского которое переводится как огонь жечь а что они делали они разводили скот овец из самых отборных и лучших особей клеймили прижигали они высоко очень ценились это была торговая марка вот отсюда произошло слово бренд в английском слове бренд означает как символ а теперь смотрите как они звучат огонь символ сразу появляются какие-то ассоциации сила раскрученного бренда в том что люди при простых и равных к что люди при прочих равных качествах выбирает именитую марку вот так например возьмем к примеру sony бренд sony символ качества и надежности для меломанов но бренда может быть не только название какой-то торговой марки но и более общественные например уральские самоцветы бренд бренд здоровый образ жизни тоже бренд классический пример работы бренда в одном из городков открылся макдональдс и хотя рядом располагался киевси предлагающий тот же ассортимент фастфуда очередь в макдональдс пять раз была длиннее потому что макдональдс это бренд теперь вы понимаете в общих чертах что это такое а каждый из нас по-своему тоже бренд у нас так много нас объединяет одна огромная компания под названием faberlic faberlic уже 20 лет на рынке на международном и завоевала своим качеством и ассортиментом это тоже уже бренд мы работаем под кредитом доверия этой марки у нас очень много нас консультантов миллионы у нас одинаковый маркетинг план у нас у каждого одинаковый доступ в личный кабинет у нас одинаковый доступ в склад мы можем зайти и взять каждый сколько хочет какой хочет ассортимент товаров как же выделиться в среде всей этой толпы как доказать своему потребителю что я лучше что я профессиональный для этого нужно развивать личный бренд что же это такое давайте теперь рассмотрим личный бренд это когда вас рекомендуют те кто не был вашим клиентом чувствуете подвох вас рекомендуют те кто не был вашим клиентом но они где-то слышали о вас и от кого-то это образ который формируется у людей когда они слышат ваше имя к примеру я взяла так как этот человек есть в нашем каталоге и его товары есть у нас я к примеру взяла валентина юдашкина мы не были его клиентами мы не знаем его но слыша бренд от валентина юдашкина мы хотим заказать его тунику мы хотим взять его сумочку приобрести кто-то хочет пользоваться духами от валентина юдашкина они даже не знают аромата но их прельщает бренд потому что они знают что это выдающийся модельер личный бренд состоит из двух главных характеристик это репутация и охват как часто и что о вас говорят репутация очень важна и составляет основу вашего бренда известность без устойчивой и надежной репутации не будет вам на руку где нужен личный бренд вашей сфере высокая конкуренция или стоимость обычного и популярного специалиста различается в разы скажите пожалуйста эти критерии соответствуют эти вопросы именно каждому из нас в нашей сфере высокая конкуренция да очень очень даже высокая сейчас извиняюсь а стоимость обычного и популярного специалиста различается в разы да конечно кто-то не может попасть к специалисту у которого цены на международном уровне но мы мы завоевав лично мы завоевав и мы завоевав рынок личным брендом своим именем можем стать таковыми как сформировать личный бренд первым делом вам нужно задуматься о том какой образ вы хотите сформировать у окружающих какие ассоциации должны вызывать ваше имя должно вызывать ваше имя в каких вопросах вы хотите быть экспертом конечно лучше формировать образ из того чем вы уже занимаетесь и в чем вы хороши важно не начинайте пиариться пока не продумайте свой образ образ это фундамент вашего бренда если он будет неустойчив то все остальное будет бестолку когда сформируете образ начинаете работать над охватом и репутацией все понимаете до последовательность образ охват и репутация вот несколько вот несколько рекомендаций для нормализм для наращивания охвата создайте свой личный сайт проявляйте активность в соцсетях пишите посты ведите свой канал выступайте на форумах и тренингах ваша репутация будет состоять из доказательств экспертности что это такое это отзывов рекомендаций реализованных проектов наград и так далее вы должны вызывать доверие почему развивать личный бренд лучше чем бренд компании мы все едины мы работаем под одной компанией фабрик почему развивать личный бренд лучше чем бренд компании многие люди стесняются развивать личный бренд они говорят что-то вроде я не хочу быть публичным я лучше буду развивать бренд компании я стесняюсь я не умею говорить однако если вы хотите чтобы с вашим мнением считались хотите продавать свои услуги дорого то развивайте личный бренд кстати еще один плюс это огромная экономия развивать личный бренд дешевле чем бренд компании сейчас скажу почему идеально когда за компания стоит реальный человек и его история понимаете само имя говорит уже за саму само за себя его не нужно развивать за нашим за нашей компании за брендом фабрик есть реальный человек алексей ничаев согласны есть реальная история все знают наверняка проходили изучали историю компании есть есть в наше время когда все интернет интернетизировано бренд по сути есть у 90 процентов людей в возрасте от школьника и дальше почему да потому что сейчас даже по моему у грудничка уже есть гаджет и он с ним играет понимаете он уже заявил этому миру о себе уже в раннем возрасте люди имеют свой след в сети вопрос не в том как создать личный бренд он есть практически у каждого а как его культивировать сейчас рассмотрим несколько основных правил первое во первых так извиняюсь хочет развивать свой персональный бренд нужно начать думать о себе о себе нужно думать как о бренде ассоциации область развития что это такое начинайте мечтать начинайте вуализировать начинайте себя представлять тем человеком которым вы хотели бы быть второе любому кто занимается построением личностного бренда важно следить за тем что о нем пишут сети и реагировать на публикации третье завести собственный сайт четвертое создать ценный контент что-то что заставило бы читателей подписаться на вас укрепить персональный бренд 5 это 5 5 укрепить персональный бренд можно создав ассоциации с другими брендами это для новичков например что это такое это например начать с места работы вы начинаете развиваться пришел на у нас есть у некоторые лидеры у нас 20 летним опытом с 15 летним опытом лидеры уже с четырехлетним опытом но которые достигли высоких результатов их не имена говорят сами за себе в нашем компании не нужно отдельной рекламы там для наших драгоценных директоров и их имя говорит само за себя но есть новички и они стремятся быть похожими что им для этого нужно создать ассоциации например начать с места работы говорить где я работаю какая у меня компания кто у меня наставник коллег у которых уже есть кредит доверия в нашем бизнесе наш кредит доверия и наш личный бренд это наши статусы наши достижения и шестое создайте историю обо всем этом сейчас мы подробно разберем и поговорим личный бренд в соцсетях роскошь или необходимость в наше время digital поясню что же такое digital это интернет маркетинг в наше время интернет маркетинга когда все идет через продвижение рекламы и услуг все перешло на онлайн формат и да это слово коронавирус карантин жутко стало нам надоедать и появляется раздражение ну куда нам надеваться вся эта ситуация отразиться полностью на нашей системе работы и весь этот онлайн формат войдет в нашу жизнь и нам надо научиться представлять себя в соцсетях почему в соцсетях потому что на данный момент это единственная доступная площадка где мы можем предоставить свои услуги поделиться и стать тем кем мы хотим нам нужно обдумать какие соцсети использовать как их оформить как их оформлять разобрать разбор профиля как используют хотим мы хайп или не хайп личные лайфхаки и инструменты потому что наши соцсети это как визитная карточка в какой-то степени резюме кто знает что такое резюме резюме это обычно вот когда мы хотим куда-то устроиться на работу есть специальное письмо отзыв что прилагается прилагается наша автобиография чего мы достигли наши заслуги и работодатель глядя на это и читая смотрит он вообще хочет с нами связываться или нет он заинтересован в нами в нас или нет точно так же и наш личный бренд и наши соцсети это как визитная карточка все что мы хотим узнать найти мы используем google соцсети какие соцсети лучше использовать подберите то что вам удобно суть личного бренда это ассоциации у других людей а вас в том кругу где вы общаетесь основа персонального бренда вот это вы можете записать себе как план когда будете строить свое имя свой образ полностью действовать более профессионально основы персонального бренда первое это личность это ценности это то что для вас важно это можно сказать макет сейчас мы будем расписывать второе это эмоции эмоциональный интеллект это способность распознавать эмоции намерение характер как себя так и людей с которыми вы работаете какие эмоции испытываю я и какие вызываю у людей третье энергия что для вас является источником энергии от чего вы получаете энергию что вас вдохновляет бренд бренд девочки он создается не на месяц не на год это марафон это марафон на всю вашу профессиональную жизнь вы можете прям это себе записать бренд он не на месяц не на год не на пять лет бренд это ваша репутация на всю вашу оставшуюся жизнь и не важно в бизнесе вы мама вы подруга вы или специалист какой-то в госучреждении следующая профессиональная компетентность какую пользу я приношу своим делом своей деятельностью глубина понимания того чем вы заняты что вы создаете и виденье чего я желаю куда я иду к чему стремлюсь все эти критерии нам нужно учитывать при создании личного бренда личный бренд хотите быть впереди конкурентов получать рост в карьере значит нам нужно быть понятым понятным и нужно быть известным теперь слушайте с первых трех секунд человек должен понимать какую пользу вы несете общаясь с вами человек должен понимать какую пользу вы несете какие у вас сильные стороны о вас должны говорить вы должны быть примером чем больше людей вас узнает тем больше вам доверяют у кого развит бренд добиваются больших результатов бренд это ваш образ мы уже об этом говорили который видят окружение бренд бренд давайте его подразделим тоже это запишите потому что это макет когда вы будете создавать свой образ бренд ваше позиционирование бренд это социальная роль что такое социальная роль поясню социальная роль это ваше поведение это ваш имидж стиль элементы продаж то как вы преподносите свой товар как вы его продаете насколько вы профессиональны бренд это ваша репутация это экспертность для чего бренд вот говорю я это все рассказываю а кто-то задумается для чего мне бренд бренд это увеличение ваших доходов это узнаваемость это ваша безопасность то как вы будете работать со своими клиентами то как вы будете работать со своими людьми то как вы будете какой вы будете мамой как вы будете себя вести в кругу своих друзей вам не будет равных если вы будете лучшим из лучших вот это и есть бренд через внутренние атрибуты транслируем внутренние ценности через внутренние атрибуты транслируем внутренние ценности что такое атрибуты бренда давайте разберем Это жесты, походка, речь, внешний вид, стиль, имидж, имя. Кто не хочет брать имя, может взять псевдоним. Это ваш почерк, это ваша кредо, девиз, личные какие-то фразы. Обязательно кумиры, животные, тотем. Тотем – это то, перед чем вы преклоняетесь, то, что является для вас идеалом. Бренд и атрибуты бренда – это ваш логотип, это парфюм, которым вы пользуетесь и так далее. Атрибутов очень может быть много. Это ваша изюминка. Идея «Я-бренд» формирует ответственность за вашу жизнь, потому что вы становитесь примером. Вам хотят подражать, к вам тянутся, к вам стремятся, хотят быть на вас похожими, хотят вести бизнес, как вы, хотят быть такой же мамой, хотят узнать у вас мудрости семейной жизни. Понимаете, это все бренд. Потому что бренд – это проработанный образ, приносящий прибыль. Так как мы сейчас говорим о бизнесе, то приносящий прибыль в бизнесе. Бренд не создается ради самого себя. Он продвигает реальную деятельность. Понимаете, да, суть? Бренд я не создаю сама для себя. Ох, какая я прилежная, какая я красавица, какая я умница. Создавая бренд, вы создаете проработанный образ, приносящий прибыль от вашей деятельности. Бренд не создается ради самого себя. Это хороший помощник в карьерных маневрах. И управление командой. Это конкурентоспособность и взаимодействие с союзниками и оппонентами. Иногда репутация делает 80% всей сложной работы. Прям себе напишите. Бренд – это моя репутация. Рассказы и примеры успешных людей вдохновляют нас на создание бренда собственного имени. Сделать это не так сложно. Главное – понять принципы. Какими должны быть первые шаги? Давайте разберем. Определить первое. Это определить сильные стороны личности и ответить на вопрос. Кто я? Вот это тоже я прошу быстренько-быстренько себе начеркать, написать, потому что это тоже скелетик и фундамент при создании вашего образа. Определить сильные стороны личности. В чем я сильна? Где мой плюс? Что у меня получается лучше всего? И ответить на вопрос – кто я? Второе. Создайте себе легенду. Это не значит, что нужно выдумывать сказки о личных успехах и свершениях. Легенда – это скорее грамотная подача собственных достижений. Нужно говорить это грамотно и красиво. И проще всего, конечно, это сделать в соцсетях, потому что там охват очень огромный. Мы об этом уже говорили выше. Третье. Выберите одну или две соцсети для продвижения. Почему? Потому что на большее вы и не успеете. Сделайте лучше в двух, ну, в трех максимум. В соцсетях, но пусть это будет грамотно и красиво. Четвертое. Общайтесь вживую. Необходимо составить список мероприятий, которые посещают ваши потенциальные поклонники, покупатели, клиенты. Старайтесь общаться всегда вживую. Продумывайте пятое. Продумывайте имидж, ваш внешний вид. Понимаете, есть такая пословица. Встречают по одежке, а провожают по уму. Первое впечатление, оно сиюминутное, но его больше никогда не вернешь. Поэтому всегда думайте о своем внешнем виде, о своем имидже, о своей индивидуальности. Разберем этапы в личном бренде. Девочки, пожалуйста, записывайте это все. Это будет ваш макет к тому, когда вы будете составлять или работать со своими консультантами, со своими людьми. Этапы в личном бренде. Это аноним. Что такое этапы? Этапы – это через что нам придется пройти, пока мы будем строить свой бренд и стремиться к успеху. Через что, через какие ступеньки нам придется пройти. Это аноним. Когда нас никто еще не знает, никто не узнает, и имя Анжела Джураева ни о чем не говорит. Это второй этап. Это узнают. Уже нас где-то, где-то кто-то о нас слышал. Третья. Интересуются. Уже спрашивают, что да как. Пятая. Так, раз, два, три, четыре. Четвертая. Признают. Нас уже признают. Пятая – я звезда. И шестая – я легенда. Задача бренда. Дойти хотя бы да признают. Складывая в создание личный бренд, чем бы вы не занимались, это будет иметь успех. Чем бы вы не занимались, я имела в виду, что бренд может быть во всех сферах. Понимаете? Бренд – это ваш имидж, это ваша репутация, это ваше имя, это ваше лицо, это ваша одежда. Вот это и есть ваш бренд личный. Поэтому, вкладывая в его создание, он будет всегда иметь успех. создавайте ценности. Создавайте ценности. Кто я? Для чего я? И зачем я? Понимаете? Проработайте все эти вопросы, чтобы знать, куда вы идете, зачем вы идете, для чего вы ведете за собой людей, где ваша конечная цель. Миссия – цель. Миссия – это то, чем я занимаюсь, зачем я этим занимаюсь. Миссия – это ваша великая идея. Это ваша философия и предназначение. Миссия – она имеет духовное направление. Это то, что идет изнутри, от сердца вашего, от вашего ума. Она имеет духовное направление, но, возможно, и финансовые стороны. Но только как бонус или последствия. Например, я пришла в компанию Фаберлик. Я трехпроцентник. Моя миссия – достичь по лестнице успеха самого высокого уровня. Я должна вдохновлять. Я должна идти вперед, вдохновляясь, даря энергию, профессионализм тем, кто идет за мной. И моим бонусом и моим бонусом будут деньги, будут чеки, которые я буду получать. Теперь вы понимаете, да, что такое миссия. Миссия – это ваша философия, это ваша великая идея. Видение – это реализация миссии. Видение – это реализация. Это вы представляете, это вы мечтаете, это вы знаете, куда вы идете, как идете, каким путем вам надо пройти. Роль – я эксперт. Ответьте на такой вопрос. А какая роль у вас? Роль – я эксперт. А какая роль у меня? Понимаете? Что такое эксперт? Эксперт – это профессионал. Придя к нам в бизнес, нужно понять, какая моя роль здесь, что я несу людям. Или какая роль моя и предназначение в этой жизни. Что я несу людям, что я даю своим детям, что я даю своему окружению. Вот это и есть. Я эксперт. Что мы любим делать? Что у нас получается делать? Что из нас, что из написанного приносит удовольствие в виде денег или признания? Запишите такую методику. методика – это вы должны просто поработать сами с собой. За что вы готовы платить сами? В любом деле. В любом. Я только на… Ребенок только родился, в годик начинает ходить. За что он должен… За что этот ребенок готов платить? Он неосознанно платит шишками, ушибами. За что я готова платить, рожая детей? Я жертвую своим временем. Я жертвую всем. Я все готова заплатить, чтобы у меня были дети и чтобы я стала мамой. За что вы… Что я готова заплатить сама лично, придя сюда, в этот бизнес? Что вы готовы отдать, чтобы получить? Проработайте эту методику с собой. Проработайте эту методику со своими людьми. Проговорите это вслух, потому что пока мы не отдадим, мы не получим. запишите практическое задание. Практическое задание. Найти новую, уникальную ценность. Найти новую, уникальную ценность. Миссию. Миссию – это разработайте свою философию, свое предназначение, видение и свою роль. Роль – я эксперт, я профессионал. еще одно практическое задание. Пишем. Кем я хочу быть? Понимаете? Когда мы приходим, и мы не знаем, кем мы хотим быть, мы не знаем, что мы хотим взять, куда мы хотим продать, что мы хотим сказать, кем я хочу быть. Набросайте список из 25 человек, не меньше, фраз, которые определяют для вас вашу идеальную работу. Вы – это ваши клиенты. Налаживание контактов. Самые эффективные методы собрать. Собрать вокруг себя нужных людей. Инвестирование в себя. Обновление себя и своих навыков. Стать я-бренд. Быть всегда на уровне выше своих клиентов. Только тогда они будут к вам тянуться. Только тогда они будут вас искать. Вы понимаете? Я всегда своим девочкам говорю. У нас каждые 700 метров офисы. В каждом обслуживается от 10 до 100 человек консультантов. Но товара много. Конкуренция огромная. Нету дефицита. Но к вам придут не на товар. К вам придут на человека. Как вы преподнесете, насколько вы профессионал. Поэтому стать я-бренд это всегда быть на уровне выше своих клиентов. Это всегда быть на шаг впереди. Это знать все тренды и новинки. Это знать для чего этот крем, для чего это средство. Вот это быть в тренде и означать я-бренд. И в заключении хотелось бы просто пояснить. Личный бренд внешность не главное. Но именно она определяет будет человек с вами общаться или нет. Страница в соцсетях это не главное. Но по мы подсознательно определяем интеллектуальный и эмоциональный уровень человека. Публичные выступления не главное. Но они показывают уровень компетенции и силу внутреннего состояния. Проще сказать стоит вам доверять или нет. премии рейтинги профессиональные сообщества не главное. Но по ним чаще судят о вашем авторитете в той или иной сфере. Публикации в СМИ и медиапроекты это не главное. Но по ним оценивают востребованность и популярность именно в вас. Девочки, я надеюсь, я вам доходчиво объяснила, что такое личный бренд, как его развивать, с чего нужно начинать, на какие вопросы нужно ответить, на какие пункты нужно делать акцент. обязательно нужно иметь миссию, идею, видение, экспертность. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. всем все понятно. Я очень рада, что была полезной. как я уже сообщала, вебинар будет более, больше будет теории, потому что на практике это можно только показать личным примером. Я желаю вам всем быть на высоте в любой вашей сфере, начиная с семьи, где вы самые идеальные, самые красивые, самые любимые мамочки, жены, сестры, бабушки и уже заканчивая своей деятельностью. Все, спасибо большое. Рада была быть вам полезной. Всем до свидания. Всех люблю, целую. Crossout. До свидания. Продолжение следует...